Всем привет, друзья! С вами снова я, Слава. Сегодня я вам расскажу об отношениях между разными национальностями на работе. Когда-то я попал на один арбат, со мной были еще помимо 5 человек. Это были тайландцы. Что произошло дальше, меня немного удивило. Подписывайся на канал, жми лайк по окончанию видео, если оно тебе понравилось, и поехали! Произошло это около 4 лет назад. Я попал на арбат, и со мной еще поехали, вроде бы, честно говоря, точно не припомню, но вроде было еще 5 человек. Это были тайландцы. Не знаю, на тот момент я думал, что это тайландцы, сейчас я буду... Ну, я думаю, все тоже самое, это тайландцы, скорее всего, были. Язык, потому что более-менее такой похож. И мы поехали на подшипники. Нас увезли в какое-то другое место. Это даже не какой-то другой город. Это было где-то, не знаю, блин, завод стоял где-то в лесу, можно так сказать. Потому что вокруг были только деревья, и все, никаких зданий, никаких магазинов, тем более, там и не было. Работа там так стояла. Стояли подшипники сложенные, каждый подшипник примерно по 20 килограмм весил. Там было около 25 тонн, примерно я так посчитал, да, потому что... Ну, я по количеству посчитал, потому что мы это все укладывали в деревянные ящики. Деревянный ящик, вот так вот. И так мы, как бы сказать, молча так сообразили, каждый встал на место, и мы начали туда грузить. По очереди менялись тот, кто стоял именно внутри. Там, потому что внутри, в ящике, кто стоял, укладывал, было самое тяжелое. Тяжело развернуться там, принимаешь и постоянно нагинаешься, отпускаешься, и спина болела жестоко, можно так сказать. Среди них, да, вот я был шестой человек, там было еще два взрослых мужика и три молодых пацана. Да, примерно моего возраста на тот момент. Я когда-то был молодой, ребята, я когда-то был молодой, да. И один там был рулящий. Я как это заметил, потому что что он не сказал, они все просто, знаете, вот, беспрекословно, без никаких там, а почему, там, зачем. Просто они выполняли. Он говорил, там, я видел, то, что он же стекулировал, вот это, вот это, вот это, тот раз сразу шел, там, без разницы, это пацан был или взрослый мужик. И теперь же мы встаем, я тогда не знал, что у меня грыжа поясничного отдела, там, и еще стеноз, вот это, да, блин, чертов. И когда дошла моя очередь, уже, знаете, вот, в ящик вставать, там, и вот это, вот, грузить, отпускать, там, и все складывать, я охерел, моя спина просто нереально заболела. Один ящик я загрузил, второй ящик, а вот когда пришел время на третий, да, тогда я просто уже не выйдет, я уже стоял, просто разгибался вот так вот. И тот пацан, который рулил, там, да, понимаете, он просто молча мне сказал, ты, говорит, выйди, говорит, и показал там одного паренька, говорит, ты залази. И тот, знаете, не говорил, там, почему он ящик не догрузил, почему я должен, он просто запрыгнул туда без всяких слов, без всяких слов. Я вышел, просто начал вот так же встал в цепочку и начал вот так вот подавать. Это было намного легче, чем вот внутри в ящике укладывать вот это все дерьмо, блин. Их отношения, блин, мне просто вот, честно говоря, поразилось то, что вот так они ко мне отнеслись, вот знаете, по-образски вот так вот. Они даже когда пошли кушать, да, все вместе, они на меня сразу взяли еду, все поставили рядом, вот в одном кругу мы сели. Они там не взяли, вот чисто сами сели, и там я пришел, и это, они взяли мне суп, еду, вот это все, что там было, и просто когда я зашел, они мне показали то, что они мне уже все взяли и поставили рядом. Я был приятно удивлен, знаете, вот таким вот отношением. Не всегда, понимаете, когда вот заходите, даже вот со своими, когда вот, да, куда-то попадаете, не всегда к вам даже такое отношение. А тут вот так вот люди с другой национальности, мы даже друг друга близко не знаем, не знаем друг друга языка. Там мы даже словечком не перекинулись ни разу, пока вот рабочий день не закончился. Все произошло, вот знаете, вот на уровне понимания и движения, вот, и все на этом. Вот такая вот история получилась из моей жизни, и я беру постоянно из этого уроки. Поэтому я всегда за то мнение, что в каждом народе есть и хорошие, и плохие люди. Не надо всех всегда под одну гребенку нести. Всем здоровья, удачи, конечно же. Будьте счастливы, смотрите на мир позитивнее. Так ведь легче жить. Всем физкультуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok